Тверские троллейбусы будут ездить по дорогам Новосибирска. Об этом в эфире одной из местных радионстанций рассказал заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов. Ожидается, что в столицу Сибири отправится 12 единиц подвижного состава. К слову, столько же троллейбусов планирует приобрести и Ярославль. Все подробности в нашем следующем сюжете. О планах руководства Новосибирска забрать троллейбусы, которые до недавнего времени курсировали по улицам столицы Верхней Волжье, стало известно в начале августа этого года. Тогда на портале госзакупок была размещена информация о том, что транспортное предприятие МКП ГЭТ ищет компанию, которая доставит им негабаритный груз – 12 троллейбусов. Маршрут перевозки из Твери с набережной реки Лазури до улицы Станционной в Новосибирске. Примечательно, что на набережной реки Лазури до закрытия троллейбусного движения в апреле 2020 располагался троллейбусный парк. Спустя полторы недели эти догадки подтвердились официально. О том, что тверские троллейбусы будут ездить по дорогам столицы Сибири, заявил заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешев. В этом году мы получаем 12 троллейбусов. К сожалению, они не новые. Мы здесь идем тем же путем, как по получению трамваев из Москвы. Эти троллейбусы будут из Твери. Им порядка 10-11 лет эксплуатации. То есть они практически новее многих наших троллейбусов, которые сейчас выходят на линию. Примечательно, что на сегодняшний день Новосибирск не единственный город, заинтересованный в покупке тверских троллейбусов. Так, около месяца назад появилась информация о том, что электрический подвижной состав из Твери может отправиться в Ярославль. К слову, речь шла также о 12 единицах транспортных средств. Мы уже присмотрели 12 троллейбусов 2014-2015 годов выпуска в Твери, где недавно власти отказались от электротранспорта и распродают его. Рассматриваются два варианта. Или покупка троллейбусов по 2,5-4 миллиона рублей, новый стоит около 15 миллионов, или передача их на безвозмездной основе. Заявил директор управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский. Официально передачу тверских троллейбусов другим городам региональные власти пока не комментируют. Не раскрывается также и сумма, на которую может пополниться казна Тверской области после продажи подвижного состава. Наш телеканал направил официальный запрос Министерства транспорта региона. В ближайших выпусках новостей мы расскажем вам, какие ответы получили.